Группировка Юго-Запад появилась в Мордовии в конце 90-х, быстро став одной из самых влиятельных и авторитетных в регионе. Бандиты обложили данью не только мелкой фирмы, но и крупные бюджетные предприятия. С теми, кто не хотел платить, жестоко расправлялись. Одно из самых резонансных преступлений – убийство директора Ромодановского сахарного завода Федора Катаева. Его застрелили средь бела дня на глазах у десятков свидетелей. Всего же на счету группировки Юго-Запад, имевшей свои филиалы в крупнейших городах республики, «Десятки убийств, похищений и вымогательств». Разгром преступного сообщества начался в 2006-м. Стоять, милиции! Скидай, милиции! Есть второй, захват, захват, берем! Один за другим были задержаны лидеры всех филиалов группировки, а вскоре первые уголовные дела о деятельности участников ОПГ Юго-Запад дошли до суда. За несколько лет было осуждено 78 активных участников Юго-Запада. И вот теперь новые судебные слушания. В рамках данного уголовного дела расследовались эпизоды убийств, которые были совершены в городе Саранске и в городе Розаевка. Эти убийства совершены как в отношении гражданских лиц, жителей республики Мордовия, так и в отношении участников противоборствующей организованной группы. Из 12 человек, которые вот-вот окажутся на скамье подсудимых, двое уже отбывают тюремный срок. В том числе и лидер Розаевской ячейки Юго-Запада Владимир Фирсов. В прошлом году суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. Самый известный криминальный авторитет Мордовии скоро окажется на скамье подсудимых. Долгое время ему удавалось руководить крупными операциями своих подельников и уходить от наказания. На чем попался вор в законе Витя Черный. Вы вор в законе? Да, я вор в законе. Ожидающий суда саранский пенсионер Виктор Дуденков вот уже больше 30 лет известен в определенных кругах, как Витя Черный. По словам полицейских, мужчина сколотил мощную преступную группу и руководил вымогателями и мошенниками. Правда, успешным его бизнес стал не так давно. В 90-х у Дуденкова были конкуренты из числа так называемых беспредельщиков. Четыре крупных преступных сообщества, которые не признавали воровских понятий. Вор в законе жил на территории Мордовии, но того влияния на криминогенную и политическую обстановку в республике, которую оказывали эти группировки, у него не было. Все изменилось после того, как мордовская полиция нанесла по бандитам решительный удар. Одиозные лидеры кровавых группировок оказались на скамье подсудимых. Малый и средний бизнес в республике вздохнул было с облегчением. Тут и вышли из тени воры в законе. Обосноваться в республике пытался грузинский авторитет Каха Тбилиски. На этих кадрах вы видите, как родные и близкие встречают его с цветами и подарками на выходе из мордовской колонии. Но вскоре полицейские задержали Каху за нарушение миграционного законодательства и отправили на родину. А вот коренной житель Витя Черный, несмотря на преклонный возраст, с энтузиазмом взялся за дело и вскоре уже подручные Дуденкова собирали дань с бизнесменов. Начались поборы с предпринимателей под предлогом оказания определенных финансовой помощи лицам, которые находятся в местах лишения свободы, так называемые порядочные арестанты. И суммы варьировались от 500 рублей до нескольких сотен тысяч. Быстро превратившись в короля преступного мира Мордовии, пенсионер затеял большую стройку. Рядом с его скромным домом вскоре вырос этот особняк, в котором Витя Черный принимал гостей. По понятиям урегулировал споры и наставлял молодых. Неработающий Дуденков вложил в коттедж немалые средства. Лепнина, позолоченные люстры, дизайнерская барная стойка и иконостас из драгоценных камней. Все это нажито непосильным трудом, уверял соседий Витя Черный. Трудиться на криминальной Ниве приходилось не покладая рук. И не только в родной республике. Лежать! Лежать! Так в Чебоксарах задерживали одного из ближайших подельников Вити Черного. Он приехал в Чувашию за семью миллионами. Такова была плата за разрешение на бизнес в Саранске. Оперативники следили за ним от самого дома Дуденкова. Соседи вора в законе заговорили тогда о скором аресте предприимчивого пенсионера. Однако полицейские с визитом в особняк не спешили. Сам авторитет, как всегда, разыгрывал недоумение. Ну, где сделка с ним произошла? Я-то почему вообще? Что за семь с половиной лимона? Вор должен сидеть в тюрьме. Так говорил известный киногерой. Но далеко не все так просто. Бывает, эффектные операции по задержанию криминальных авторитетов заканчиваются ничем. Доказать их причастность к конкретным преступлениям не удается. И вскоре они уже на свободе. В случае с Витей Черным и его группировкой все решило лишь одно обращение пострадавшего предпринимателя в полицию. Владелец продуктового магазина Сергей Ивлев едва не стал жертвой людей Вити Черного. Подельники криминального авторитета решили не вести с ним долгих переговоров, а сразу пошли в атаку. Магазин пытались поджечь. Вечером положили баклажки, на другой день позвонили и стали угрожать и требовать 13 миллионов рублей. Вот такие. Что могу сказать? Я обратился потом в органы МВД. Некоторые данные и заявления предпринимателя стали прямыми уликами против Виктора Дуденкова. Так, изворотливый авторитет, которому всегда удавалось выйти сухим из воды, попался на рядовом вымогательстве и сменил роскошный особняк на небольшую камеру в следственном изоляторе. Детен я тут таблетки наглотаюсь, у меня сахар задолго. Представляешь, я должен лежать на кабине. По словам полицейских, если в суде удастся доказать вину Дуденкова, сидеть ему придется от 7 до 15 лет. После ареста в отношении Вити Черного возбудили сразу несколько уголовных дел. Бандитизм, убийство, покушение на убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, незаконный оборот оружия, дача взятки, получение взятки. Сотрудник Следственного комитета перечисляет заслуги преступной группировки МОРДВА. Впервые банда заявила о себе еще в начале 90-х, а всероссийскую известность получила после того, как в августе 99-го МОРДОВ с руководителем Ассоциации Органов Республики, полковником Виктором Лавровым. Переодевшись дорожными рабочими, киллеры заставили милиционера остановиться на дороге, после чего открыли огонь из автоматов. На кадрах архивной оперативной съемки главарь группировки Владимир Казанин. После убийства полковника милиции Казанина объявят в международный розыск. Поиски главаря МОРДОВцев продолжались 8 лет. Его задержали в Москве в 2008-м. Но как преступник мог столько времени оставаться на свободе? Сотрудники ФСБ выяснили, а мордовского бандита прикрывал высокопоставленный сотрудник МВД. Полковник Сергей Косюбинский, заместитель начальника криминальной милиции Мордовии, курировал расследование громкого убийства. И он же ежемесячно получал взятки от организатора того самого убийства. За секретную информацию о ходе расследования бандит платил милиционеру по 250 тысяч рублей. Следствием установлено, что таким образом получаемая ежемесячная взятка была больше его годового заработка в системе органов внутренних дел. О предательстве сотрудника полиции тогда говорила вся Мордовия. Своего возмущения не смог скрыть даже главный милиционер республики. Можно многое простить, да, как руководителю, как человеку. Ну, предательство интересов службы, предательство интересов своих товарищей, коллег, простить никогда не нужно. В итоге на скамье подсудимых 11 человек. По уголовным делам опрошены сотни свидетелей, проведены десятки экспертиз. 184 тома уголовного дела переданы в суд. История самой опасной преступной группировки Мордовии подходит к концу.